Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. В каком виде вас станут умершие в телах после кремации? Очень актуальный вопрос. Не вредит ли сожжение тела и расположение его в урне и на полке душе, которая, разлучившись с телом, возвращается к Богу, который и дал ее, оставив тело по Слову Божьему в земле? В традициях православного благочестия погребение в землю человека, тогда как телесный состав его безжизнен. Это исполнение завета Божьего. Земля, если и в землю от Идиши. Хотя в земле происходят несколько медленнее те же процессы, которые и в огне постепенно истлевает человеческое естество, его физическая часть или, как говорят сейчас, форма существования белковых тел. Но этому сосуду бессмертной души принято воздавать почести погребальные и с ними предать земле того, кто совершил свой земной путь, который сопряжен был, конечно же, со скорбями, с трудами, с болезнями, сама смерть и свидетельство греховной поврежденности рода человеческого. Что происходит с телом после смерти, для души, надо сказать, не особенно-то и важно. Ибо это уже дело не воли самого человека, завершившего свое поприще и представшего уже пред Господом с определенным расположением своего сердца. Теперь суд уже будет определяться в связи с достигнутыми расположениями, с явленными произволениями человека, а не с тем, где пребывает его тело. Иных съедали звери, иные оставались навсегда на дне морском, также постепенно прекращавшие всякое существование в оформленном телесном составе. Люди подвергались и сожжению после смерти, а некоторые, и положенные во гроб, пребывали в глубине земной, так, что достаточно долгое время, так, что при земляных работах в какие-то последующие времена и последующих поколений уже нельзя было отличить человека от той земли, которая вокруг него обреталась, ибо он воистину в нее возвращался. Все эти виды, все эти последствия человеческой смерти телесной ровно никакого влияния не имеют на устроение души человека. Потому кремация, которая сейчас все более популярной становится из-за дороговизны участков на кладбищах городских и находящихся неподалеку от больших городов, а иногда и из-за страха умирающих или их родственников о возможном возвращении к жизни в страшных условиях заколоченного и закопанного под слоем земли гробе. Но эти страхования достаточно пусты. Человеку надлежит единожды умереть, говорит апостол, а потом суд. И суду предстает душа, ибо по расположениям ее является очевидным ее вечная участь. И от того, насколько успела она проникнуться духом Божьим, насколько стяжала она любовь ко Христу, насколько просветилась она благодатью Божьей по добрым делам своим и по покаянию, настолько и благонадежна вечная участь ее. Воссоединение души с телом произойдет по откровению Господню при втором пришествии Христовом. И апостол Павел благонадежно свидетельствует, что те, кто сподобится жить во времена антихристовой, предшествовавшие, которые будут предшествовать второму пришествию Христову, не прежде увидят Господа в его втором пришествии, и не прежде будут восхищены к нему, как после того, как увидят восставшими вместе с телами своими всех людей, а особенно тех, которые угодили Богу при земной жизни. Мертвые о Христе воскреснут первые, а потом мы живые, так сказано, для всех времен христианских, чтобы каждый из нас чувствовал и понимал, что дело имеет отношение и к нему лично. И мы живые будем восхищены на облацах, в Сретене Господне, на воздусьях, и так всегда с Господом будем, но не прежде воскресения мертвых вместе с телами, а после того, как все человечество однородно предстанет пред Господом, и Господу некогда из небытия к бытию, воззвавшему наши тела с душами, ничуть не трудно будет воссоединить души с теми телами, с которыми произошло разделение в момент их смерти. И совершенно не важно, какой смертью умер человек с точки зрения ее внешних обстоятельств. Важно только, с каким сердечным расположением застиг его смертный час, в чем застану, в том и сужу. То есть вечное определение о человеке будет в связи с этим самым душевным устроением, которое всячески нужно управить и исправить за время земной жизни. Когда же воссоединятся души с телами тогда, по слову самого Господа Иисуса Христа, уже нет ни существенных гендерных различий, ни каких земных попечений или скорбей, но, сподобившись достигнуть грядущего века, Царство Небесное, говорит Господь, уже не женится и замуж не выходит, но пребывают как ангелы на небесах и являются сынами и дочерьми воскресения и умереть уже не могут. Это таинственное обновленное состояние можно испытать только тогда, когда сподобишься оказаться в числе спасенных. Как сказано в Апокалипсисе, некий таинственный камень получают избранные, но написанное на этом камне никто не может прочесть, кроме того, кто получает его. Так и прежде этого самого блаженного упокоения наивно пытаться проникнуть своим человеческим помыслом в эти реальности грядущего века и разъяснить, и прочувствовать, как оно будет праведником на небе. Но стремиться к этому призваны мы во всей жизни нашей. И это воссоединение души с телом будет уже нерастерзаемым, как и соединение человека с Господом своим возлюбленным. Об этом и надлежит помышлять, к этому стремиться, в этом помощник нам сам Господь.